Они смогли добраться до воронки только с третьей попытки. Не давала погода. Спускались в кратер уже в темноте. Благо взяли с собой электростанцию и прожекторы. 16 метров вниз по вертикальной стене. И вот ученые впервые на дне загадочного колодца. Летом не удалось изнутри собрать необходимую информацию, потому что постоянно происходило обрушение. А сейчас в ноябре, когда это все замерло, в общем-то удалось сделать спуск полноценный. Экспедиция к Ямальской воронке в этот раз собралась большая. Семь специалистов, в том числе из МГУ и Российской академии наук. Главной задачей группы было взять образцы льда, воды и грунта. Дальше с пробами будут работать уже в лабораториях. Это только начало, начало подробного изучения. То есть базис мы заложили, а дальше необходимо провести обработку того материала, который мы собрали в поле и наметить какое-то направление дальнейшего движения. То есть дальше надо будет привлекать комплекс методов прямых, бурения. О Ямальской воронке впервые заговорили этим летом, после того, как в интернете появилось любительское видео, снятое с вертолета неподалеку от Баваненкова. Гигантский кратер посреди тундры взорвал глобальную сеть. Уже в первые дни миллионы просмотров, тысячи комментариев. Первоначально были разные гипотезы, в том числе фантастические, включая метеориты и так далее. Но в данном случае метеоритами, я бы так сказал, даже не пахнет. В окружном правительстве отреагировали оперативно, собрали экспертов, чтобы они осмотрели кратер. Специалисты сошлись во мнении, провал образовался естественным образом, без влияния техногенных факторов. Но как именно это произошло, вопрос не просто научный. Он касается безопасности жителей округа и нефтегазовых месторождений. Безопасность граждан Ямал-Невского округа, его благосостояние, его благополучие, четко должно все абсолютно контролироваться и все должно быть, на мой взгляд, предсказуемо. Сейчас исследователи планируют восстановить ход событий и оценить все возможные причины образования воронки. К примеру, лето 2012 года в регионе было аномально теплым. Колебания температур могли привести к оттаиванию вечной мерзлоты и взрыву газогидратов. В таком случае, уверены новосибирские ученые, Ямальская воронка, ни много ни мало, дальний родственник Бермудского треугольника. Связь между Бермудским треугольником и данным объектом заключается в таком планете, как газовый гидрат. То есть это газ в замороженном состоянии, в межстабильном состоянии. Его очень большие скопления на дне Мирового океана. Догадки есть, но пока черная дыра в Ямальской тундре для науки остается все же белым пятном. Слишком много вопросов. Тем временем, по наблюдениям ученых, воронка постепенно заполняется водой. Не исключено, что уже весной она превратится в озеро, каких тысячи в округе. Впрочем, несколько подобных объектов уже нашли на Ямале и Таймыре. А значит, исследования обязательно нужно продолжать.